Всем привет, ребята! Меня зовут Джон Доу. Мы продолжаем проходить Ниер Автоматы на высокой сложности. Прямо сейчас мы проходим третий сценарий, и нам нужно изучить башню, которая вылезла из-под земли. Но сначала, что я хотел сделать, мне в комментариях написали, что, скажем так, убежище Эмиля находится вот где-то вот в этой степи. Нужно будет туда заглянуть, и там кое-что будет. Помимо всего прочего, рядом, по-моему, с вот этой точкой доступа есть небоскреб, забравшись на который, я тоже найду какую-то плюху. Ну, а также мы еще сходим, выполним вот это вот задание, да, а только потом двинем уже по сюжету. Ну что, погнали. Получается, смотрите, где-то, где-то, где-то вот здесь этого я обойду. Там должно быть... Ой, ни хрена себе! Вот это я вышел. Где-то вот здесь должна быть труба. Да. И там мы сможем пролезть в убежище Эмиля. Смотрим. Где-то, где-то вот здесь, по-моему, да. Или вот там. Вон там труба, по-моему, которая мне нужна. И туда нужно сейчас будет залезть, и я окажусь там, где мне нужно. Потелеполе. Вот сюда. Потом вот сюда. Я еще ни разу здесь, кстати, не был. И... И вот сюда. Да, ребят, я это место нашел. Поехали прокатимся, посмотрим, что у нас там будет. Сказали, ее еще сохранится обязательно. И потом, по-моему, поговорить с Эмилем и еще раз сюда вернуться. И музыка изменилась. Вот то самое место. Вижу, здесь уже машины есть, да. 60-го уровня враги. Ну, ни хрена себе зашел. Давай, наверное, лучше сделаем вот так. Теперь вот так. Да, что ж такое, стой. Угу. Неплохо. Вот это вот я забираю. Ух ты. Там получается чип, который усиливает дальние атаки. Ну, вот, выстрелы модуля. И чип на плюс 4. Нужно будет проверить, сколько слотов занимает, и поставить в случае чего. Угу. Угу. Здесь чистенько. И вон там еще какая-то плюха. Забираем. Ну, это ржавый болт. Вон там еще что-то есть. Буду, наверное, так их убивать, потому что они слишком высокого уровня. Долго буду их пинать 9С. Следующий. Угу. Неплохо. Это я забираю. Тоже, получается, предмет для прокачки. Ну, там оружие. Ух ты. Что-то новенькое. Давай-ка аккуратно. Все. Вот это, наверное, я заберу. И вот это я заберу. Ну, нифига себе, конечно, он пригласил меня в гости. С этим разобрались. Теперь вот этот. Все, норм. Вот это вот я забираю. Ну, и больше здесь вроде как никого не осталось. Но мы можем продолжать двигаться в эту сторону. Куда там мы спускаемся? И где я окажусь? Вот что-то здесь. Какой-то сундук. Ну, это метеорит, материал для прокачки оружия. Можно, я так понимаю, еще ниже спрыгнуть, да? И именно там логово Эмиля. Потому что он сказал, что это прям место очень-очень глубоко находится. Почему я туда не стал прыгать? Потому что там еще один был поворот. Давайте, наверное, посмотрим, что у нас там имеется. Вот еще какой-то сундук. Смотрите, вон там наверху. Ну, это уголь. По-моему, тоже для прокачки нужен оружие. Ой, я что-то даже не знаю. Погоди, давай-ка глянем на... Подожди. Давай глянем на карту. Ага. Десять раз мы посмотрели, конечно. И здесь еще закрытый лифт. Это интересно. Но я так понимаю, что доступ к нему мы можем получить как раз-таки с самого низа, да? Окей, будем знать. Тут что-нибудь еще есть. Там, по-моему, вроде уже выход. Да, там выход, по-моему. Угу. Отсюда я приехал. Ну, все в таком случае. Давайте спускаться вниз. Посмотрим, что нас там будет ждать. Спасибо, кстати, за подсказку. Я бы, наверное, сам не догадался бы. Прошел бы мимо. Сейчас, тем более, времени так-то маловато. Ну, вне записи, да, бегать. И там качаться, что-то собирать. Поэтому, наверное, я бы так это место и не изучил бы. И мы почти на месте уже. Давай, 9С, быстрее. Ну что, полетели? Ого! Замечательно, я приземлился. Пускай он лучше взорвется. Хотя можно было его починить. Я так ни разу этого не делал. Но это нужно захватывать, чтобы, получается, роботы меня не видели. Отходим, отходим. Это что-то новенькое, кстати, вы видели? Это что такое было? Конец игры? Чего? Окей, ладно, давайте еще раз, ребята. Ну все, я на месте. Давайте еще раз сундук облутаем. Подожди, стой, стой, стой. И вот эту штуку заберем. Я предлагаю сделать что? Я предлагаю спуститься куда-нибудь, куда-нибудь. А мне только сюда и можно, да? Я просто думал куда-нибудь приземлиться, да? И починить себе огромную машину, если это возможно. Чтобы она помогла мне разобраться с другими машинами. Это было бы здорово, на самом деле. Давайте попробуем сейчас это сделать. Так, ты готов? Еще вы, ребята. И там, по-моему, последняя машина была слева, да? Короче, здесь вообще умирать нельзя. Потому что только придется начинать с последнего сохранения. Ага, хрен я захватил, конечно. Они меня уже спалили. Ну пока неплохо идем, пока неплохо. Вот осталось только с той большой машиной разобраться и все. Ага, так, давай-ка вот это вот я заберу, наверное, да? Это будет тяжко, кстати. Это будет очень тяжко. Тихонечко, тихонечко. Ах, ну ты что, серьезно, что ли? Стой, стой, стой. Вот таким вот образом делаем теперь вы, ребята. Блин, ну... Ну выходи же, подлый трус. А, ну ты... Да что такое, что-то не везет мне нихрена. Дубль три, поехали. Блин, палец соскальзывает. Палец соскальзывает, не могу прицелиться. Все нормально, все нормально, живем. И еще разок. И все, победа за нами будет. Замечательно. Вот это вот мы забираем, причем опыта так нифигово дают. Заметьте, вот там, вон там что-то еще есть, сейчас мы заберем. Блин, такая огромная локация, как-то слишком пусто. Ну, я имею в виду вот эта вот зона. Странно. Ну, это опять кристалл, он мне уже не нужен, я так и не продал. Я так и не продал, к сожалению. Сейчас бы забрал. Это что такое? О, ну ясно, мои любимые противники. Угу. Вон там еще, кстати, роботы. Ага, я тебя понял, давай взламывать. Ага, слишком поздно. Вон там еще. Подходи, друг мой. Тихонечко, тихонечко. Тут надо вообще быть аккуратным. Вроде чисто, да? По крайней мере, мне так кажется. Вот это вот я все забираю. Вот это. Ну и тут, по-моему, только сундук, да, остался? Ну, это опять же материалы. Это все материалы. Никакого оружия, к сожалению, я пока не нашел. Но я так понимаю, что нам остается только спускаться еще ниже, верно? Там кристалл, да? Уже некуда их... Уже некуда их брать. Погоди-ка, что там такое? Это, в случае, не мое тело? Нет, вряд ли. Получили бафы временные. Давай-ка еще вот сюда вот, наверное, да, зарулем. Мне, наверное, конечно, сюда и нужно было, но... Ну, этого взорвем, потому что, ну, смысла нет брать его под контроль. Теперь вот ты, друг мой. Тебя тоже сейчас взорвем. Подожди, стой, стой, стой. Угу, 10 раз. Не получается. Придется, наверное, спрыгивать. Подожди, давай сюда. Так, вроде успел. Прямо перед ударом. И вот это вот мы забираем. И там у нас какое-то озеро, судя по всему, да? Ага, давай сюда. Лутанем сундук. Ну, опять же, это материалы. Ни хрена это было близко. Прямо над головой. Это было очень близко. Но мне везет, мне везет. Подожди-ка, иди-ка сюда. Вот так вот. Тут можно, кстати, порыбачить, но этого пока что делать не буду. Просто здесь рыбалка не очень интересная. Если будет возможность мне записи, то порыбачу. Вот это вот. Что-то еще вот тут есть. И вот там еще давайте. А, тут еще сундук есть для 9С. Угу. Проект Дештальт. Четвертый отчет. Сейчас прочитаем. Угу. Смотрим. Архив. 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 Вот. Проект Гештальт. Отчет четвертый. 24 сентября 2026 года. Сводка. Отчет о буйстве оружия, который произошел в июне в Национальной лаборатории вооружения, был передан премьер-министру. Учитывая бюджет лаборатории и находящихся там человеческих ресурсов, ожидаются серьезные сокращения. Команда сотрудников продолжит исследование МАСА, как часть проекта Гештальт. Все записи о экспериментах на людях с использованием МАСА должны быть раскрыты для участвующих в проекте сторон. Ну, к сожалению, ничего интересного, но я прочитал. Ух ты, ёпт твою за ногу. Там что-то большое и страшное, и внизу меня что-то маленькое и злое ждет, да? Так, понятно, я тебя понял. Тихо, 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 я успел. Угу, теперь ты, друг мой, давай, выходи. Сейчас главное резко отпрыгивать в сторону. Угу, неплохо. Ну, там еще машины мелкие есть. Ага. Ага, вон еще вижу. Что-то много взломов, да? Уже. Я просто боюсь, ребят, сражаться с ними, ну, в рукопашную, потому что... Ну, не в рукопашную, я имею в виду в ближнем бою, да? Это слишком опасно. Тут еще сундук какой-то есть. Ну, опять же, там уголь. Итак, ну что, пожелайте мне удачи. Вон там еще что-то есть. Давайте починим, наверное. Пускай нападает. Нужно еще раз точно так же, по идее, да? Атакуй его, атакуй быстрее. Атакуй быстрее. Ну, так, дамаг нормальный, в принципе. Наносит та машина. Всяко, наверное, больше, чем я. Вроде все. Это я забираю. Тут, получается, насела андроидов. Я их лутать не буду. Смысла не вижу в этом никакого совершенно. Вот это вот. Вот это вот. Автохилл 3. Ну, у меня, по-моему, стоит даже, по-моему, плюс 4 уже. Вот это вот я забираю. И вот там что-то есть. Это что такое? Это лифт. Я могу подняться здесь, по идее. Я прав? Но пока погодь. Пока погодь. Мы этого делать не будем. Вон там у нас что? Я не хр... А, тут же можно свет включить. Че я хожу в потемках? А я там бегаю и думаю, че так темно? Оказывается, нужно было нажать L3 и все. Ну, потому что я могу. Ну, вы же знаете. Угу. Это мы товарищ там сзади. Он с чем там? А, он с факелом. А то я думал, он там с фомкой. Как Гордон Фримен. Они через какое-то время самоуничтожаются. И опыт потом дают. А, уже все, да? Да, уже самоуничтожился. Вот это вот все мы забираем. Там что-то еще есть. Смотрите. Ну, это очередное тело андроида. Видно, парни очень хреновые или девушки. Я где-то рядом уже. Я где-то рядом. Угу, это было просто. Надо сейчас еще вторую будет взломать. Тихонечко, тихонечко. Ну, давайте спуск... Охренеть. Это что такое? Видимо, кому-то было очень больно здесь. А вот, смотрите. Предположение. Это резиденция загадочной формы жизни, известной как Эмиль. Это место очень сильно напоминает то, которое, помните, мы нашли под торговым центром. Внимание! Кража физических объектов может потревожить резидента. А, да? Ну, типа... Что будем делать-то? Что будем делать? Ну, я так понимаю, только забрать можно эту хрень. Взять маску Эмиля. Ага. Я взял маску Эмиля. Не, ну это прикольно. Я так понимаю, теперь что? Теперь что? Погнали найдем Эмиля, да? Нужно с ним, сказали, поговорить. А потом что-то произойдет. По-моему, босс здесь будет. А, точно, мне писали. По-моему, здесь босс 99 уровня будет. Да, я, получается, там ошибся. Помните? Ту статую, да? Которую мы видели в этом парке аттракционов. Я ошибся, там, короче, не босс. Ну, как босс тоже, да? Но он не 99, он, по-моему, 80, если я ничего не путаю. Погнали наверх. Сейчас нужно будет обязательно сохраниться, потому что опять заново зачищать все это. Это геморрой еще тот. Давайте, наверное, скипану, да? До того момента, как не найду Эмиля. Эмиль вон уже едет к нам. Давайте его перехватывать. А то я задолбался за ним бегать. А, привет. Могу я тебе помочь? Подожди-ка, пока что нифига он мне это самое не говорит. Блин, мир и правда катится в тартарары, да? В мой дом вот недавно заезд какой-то бандит. После этого я сложил все ценности в защищенный контейнер. Так что теперь можно не переживать. Ага. Я тебя понял, ну-ка. Еще раз давай. Ну, это все он уже сказал. Окей, теперь понятно. Но сначала давайте уже, раз мы рядом с небоскребом, тем, про который мне говорили, давайте лучше, наверное, поднимемся. Там все облутаем. Нам куда-то, я так понимаю, где мы сражались с Энгельсом. Будет лестница. И там, если забраться прямо на самый верх, то я найду какую-то плюху. Короче, давайте я отключусь. Как только я найду это место, я включусь. Тут я что-то нашел, смотрите. Это кристалл, а это очередной модуль. Ага, программу нашел. Приманка называется. Но это еще не все. Что-то еще здесь у нас есть. Но это не то, что нам нужно. Какая-то еще лестница должна быть, как я понимаю. Ладно, давайте, ребят, я продолжаю поиски. Ребят, нашел, кажись. Это получается вот там рядом с тем местом, где мы сражались с Энгельсом, да? И вот тут была, где шахта лифта, была вот такая вот лестница. И на самом верху, по идее. Ну что ж, сейчас посмотрим, что нас там будет ждать. Угу, вот сюда. И куда-то в эту степь. Это тот самый стол, где сидел... Где сидели Адам и Ева. Угу, получил очки Адама. Ну, давайте посмотрим. Предметы. Это не то. Подождите, наверное, не здесь. Ключевые предметы. Давайте посмотрим. Так, маска... Вот. Сейчас посмотрим, как это дело все выглядит. Одну секунду. Вот. У нас теперь 9С очкастый. А то он постоянно в этой повязке. Окей. Как раз таки задрот такой. Хакер. Ладно, полетели. Все. Так, в сторону, в сторону, в сторону. А теперь... Кстати, слушайте, я могу... А я вряд ли могу поговорить с Энгельсом. Прямо сейчас. Сейчас. Подожди-ка. Я знаю, что сейчас сделаем. Давай-ка уничтожим машины. Хотя, давай уже не будем этого делать. Я не могу ни взломать его, ни поговорить с ним. Все, он больше не активен. И раз уж мы уже рядышком с лагерем сопротивления, что мы сейчас сделаем? Давайте пройдем тот сайд-квест, который... Или возьмем тот сайд-квест, который там доступен. Как раз таки сохранимся еще. Ну и после этого двинем опять к... Ну, на логовое миля. Мэм. Посмотрим, что там изменилось. И затем двинем по сюжету уже. Так, давай-ка сюда. Ну, это опять у того, я думаю. Сейчас мы быстро пройдем этот квест. Опять, наверное, приезжал начальник. Ты ищешь члена сопротивления, который обычно был здесь? Да, он отлучился. Сказал, что нужно что-то доставить на аванпост около пустыни. Если честно, я думаю, что он уже давно должен был вернуться. Может, поищешь его в следующий раз, когда будешь идти той дорогой? Спасибо большое. На аванпосте должна быть женщина из сопротивления, которая может знать, где он. Угу. В этот раз его здесь не было. Ну, ладно. Давайте я сейчас, наверное, пойду быстренько сделаю сейв. И как я буду уже на месте в убежище Эмиля, я включусь. Хорошо? Ну, все на месте. Давайте посмотрим, что он здесь будет ждать. Подожди-ка, я что такое? Не могу забрать. Ну, ладно, фиг с ним. По идее, здесь должен был появиться сундук. Да-да-да-да-да. Нашел. Угу, получена голова Эмиля. Но пока что ничего не произошло. Странно. Подожди-ка, может, голову нужно одеть? Я не знаю, я просто... Сейчас проверим. Ключевые предметы... Так, это маска Эмиля, а вот голова Эмиля. Ну и? Ха-ха-ха, это выглядит забавно. Н-м-м, нифига. Значит, нам нужно опять сейчас пойти поговорить с Эмилем. Я прав? Ну, потому что других вариантов я не вижу, кстати. Так ты и был тем бандитом? Ой, это плохо. Хоть ты мой хороший товарищ, но тебя стоит наказать. Ты че, алло? Охренеет, слушайте, это забавно. Вот только я здоровья его не вижу. Это меня слегка пугает. Да, он 99-го. И я че-то нихера ему не снял, по-моему, нет? Да, все, ребят, ваншот. Это, по-моему, вообще нереально на моем уровне сделать. Сейчас сразу будут предлагать загрузить игру, скорее всего, да? Ну, давайте, наверное, придем к нему чуть-чуть попозже. Хотя бы уровни, так, на 75-м, да, попробуем. Хорошо. А пока я загружаюсь, и мы идем выполнять дополнительное задание, а потом идем по сюжету. Ну, в общем-то, я в лагере в пустыне. Давайте поговорим здесь. Я так понимаю, да, с чудачкой опять. Что? Этот курьер? Да, он был здесь. Он принес мне сломанный водяной фильтр, который я уже починил и отдал ему. Мы отнесли его на склад уже очень давно. Ты хочешь сказать, что он еще не вернулся? Наш склад находится в руинах города. Помощник оберегает это место от вражеских атак и всяческих проблем. Черт, наверное, он все еще там. Давай покажу тебе, где это. Погоди-ка, где это? Тут недалеко. Пошли пробежимся. Че ж с ним случилось? Я надеюсь, что с ним все в порядке. Кстати, мне еще сказали сгонять в скопированный город. И там еще есть сундук для 9С. Давайте тоже это, наверное, сделаем, прежде чем мы двинем по сюжету один момент. Так, давай-ка сюда. Вот сюда. Погоди-ка. Да, вот склад здесь. Это, наверное, склад сопротивления. Мне! Помогите мне! Помогите мне! Внимание! Голос исходит из склада. Ты че, серьезно? Застрял? Хотя, че я? Это было, по-моему, ожидаемо. Я неправильно опять делаю, да? Ну, конечно, я делаю все неправильно. Я опять не пролезу. Ладно, фиг с ним. Теперь вот здесь как поступим. Подожди, подожди, подожди. Мы лучше сделаем, наверное, вот так. Вот у него постоянно какие-то проблемы с этими коробками. Че за дела, друг мой? Как ты вообще смог закрыться здесь? Ну, только единственный вариант, если его вырубили и закрыли коробками выход. Просто по-другому, но я не понимаю. Ну и плюс ты че, сам не можешь отодвинуть? Ну, че за дела? Ой, я щас, наверное, зря это сделал, потому что мы не сможем теперь выйти, да? А нет, сможем, сможем, все нормально. Тысяча гилл, замечательно. Привет, друг мой. Фух, спасибо большое. Извини, но ты можешь сделать мне одолжение, рассчитывая путь, чтобы я смог выйти отсюда? Я повредил ногу, пытаясь пробить себе путь. Ну и, как видишь, я довольно большой, так что мне понадобится много места. Ты че, прикалываешься надо мной, что ли? Ну, по идее, тебе должно хватить. Пошли. Э, чудик. Ой, я слишком большой, я здесь не пройду. Вы че, прикалываетесь надо мной? Разработчики. Фатит, фатит, фатит. Все, там вот и сиди, короче. Ха-ха-ха-ха. Ты достал просто меня уже. Угу, молодец, молодец тебе вот сюда. Давай вот это вот я тебе подвину. Ну все, я тебя поздравляю, ты свободен. Еще такой походкой, знаете, как начальник идет. Ты не охренел ли часом, друг мой? Я попал в ловушку, пытаясь навести тут порядок. Мой начальник пронеслась по складу, как торнадо. И в итоге завалила меня коробками. Я вот что тебе скажу. Я больше не могу с ней, ра... Черт тебя дери, вот ты где. Я фиг знаю, сколько тебя не видела. А ты все это время был здесь и сидел на жопе ровно? И не нужно мне говорить, что ты пытался навести тут порядок. Да, но ты начала все раскидывать. И в итоге я оказался в ловушке. Если что-то стоит на твоем пути, просто взорви. Это, блин, не сложно. Но у меня нет взрывчатки. Ну тогда сделай. В смысле, ты посмотри на все это дерьмо, что здесь валяется. Я бы могла из него собрать хоть 10 бомб. Но тут... Бла-бла-бла, да закройся ты. Пора тебя научить тому, как делать эти чертовы бомбы. Но я ведь просто работаю на складе. Мне не нужно знать, как делаются бомбы. Хорош болтать. Даже обычный голодовщик должен знать, как что-нибудь подорвать. Прости за то, что мой бесполезный подчиненный доставил тебе столько проблем. Вот, возьми. Знаю, что это немного, но пофиг. Ладно, увидимся. Это был неожиданный поворот, но забавно, забавно. Квест, в общем-то, порадовал. Теперь, я так понимаю, что все дополнительных заданий больше не осталось. Правильно? Я все выполнил. Правильно, я молодец. Значит, что мы сделаем? Спускаемся сначала в скопированный город, а потом двигаем по сюжету. Давай-ка вот сюда. Я надеюсь, я смогу спуститься. Вот сюда. Не, ну очень интересная башенка, да? Теперь давай еще ниже. Тут даже можно быстрый сейв сделать, я думаю. Потелепали. Так, этих ребят давайте мы, наверное, обойдем. Не хочу их взламывать, уже надоело. Честное слово. И вот нам вот сюда. Кстати, как раз таки посмотрим, может там на арене с боссом что-нибудь новое появилось. Пока я, мере, на это надеюсь. Угу. И тут где-то должен быть сундук. Но он, по-моему, прямо перед боссом. Я ни хрена не вижу. А, ясно. Да, появились новые враги. Причем, я так понимаю, что они уровня 60-го. Потому что дамаг, смотрите, какой сумасшедший. Да, они 60-го, ребята. Угу, вроде норм. Хотя можно было его, наверное, так отмудохать, да? Ну да ладно. Вот это вот мы все забираем. Вот это. Но тут только тело... Подожди, вот здесь сундук должен быть наверху, наверное, да? Вот здесь. Ну это все фигня. Это просто предмет, который защищает от дальних атак. Ну, от выстрелов врагов. Поняли суть. Теперь давайте вот сюда. Ха-ха-ха. Руки коротковаты. У кого-то. У кого-то. Угу, с ними покончено. И вот тут какая-то плюха. Опять фигня. Да что ж такое. Вот это вот мы все забираем. И вот там что-то еще есть. Вот это вот. Там маленькая аптечка. Вот она пригодится. Давай, бей его. 62 уровня? Что за дела? Вот это было неплохо. Делаем ваши ставки, господа. Давай, мочи его. Да что ж такое. Так, я ему помог. Притворимся, что мы ганкеры с Dark Souls 3. А-а-а! Да что такое? А почему гейм-овер постоянно? Что такое? Почему нет никакого там воскрешения с точки доступа или еще чего? Что за дела? Ну ладно, еще раз я пошел. Ну все, я на месте. Давайте взломаем эти машины. Так, давай ты, ты. Вот ты. И ты. Пускай он будет на нашей стороне. Может он сам их перебьет. Давай посмотрим. Ух ты, черт. Подожди, назад, назад, назад. Да, неплохо. Очень даже. Это я все забираю. Большая аптечка здесь была. А тут у нас... Надеюсь, что-то интересное. Ага, это получается штука для прокачки модуля. Очень-очень полезная вещь. Спасибо, опять же, за подсказку. Давай теперь посмотрим, что у нас там на арене с боссом, да? Там появились враги. Причем дохера. Давайте на этот момент скипану, потому что вы уже, наверное, задолбались смотреть на взлом. Я сам, честно говоря, уже задолбался взламывать, поэтому я скипаю. И все. Наконец-таки, ребята. Вы не представляете, сколько времени это отняло. Я уже реально заколебался. Че за херня? Что? Короче, поднимаемся, пошли в башню. Реально, столько времени впустую потратил. Это реально накаляет. Это жутко накаляет. Отчет. Получено уведомление о сообщении с точки доступа. И что все это значит? Ага. Здравствуйте, и спасибо, что воспользовались услугами башенных систем. Приносим свои извинения за неудобства. Но сначала нужно включить замки на каждом узле, прежде чем получать доступ к главной башне. Хорошего дня. Ты че, прикалываешься? Вопрос. Зачем механическим формам жизни делать такие объявления? В том, что они делают, нет вообще никакого смысла. Ага. Здравствуйте, и спасибо, что воспользовались услугами башенных систем. Для того, чтобы получить доступ к узлам башни, необходимы специальные ключи авторизации. Мы приносим свои извинения за неудобства, но в данный момент доступ закрыт. Но! Сегодня у нас есть особый подарок для первых посетителей башни. Экскурсия по блоку переработки ресурсов. Мы надеемся, что вы еще придете к нам. Что за черт? Сообщение от вражеской системы. В нем говорится. Найди местоположение объектов, известных как блоки переработки ресурсов. Да, они издеваются над нами. Теперь нам нужно идти в совершенно другую сторону. Ну, пошли прогуляемся. Эй, модуль, дай мне сводку о том, что происходило, пока я отдыхал. Принято. Данные касаются огромного строения, к которому вы только что пытались получить доступ. Похоже, его построили машины. Дальнейшие подробности неизвестны. Кроме того, в нескольких зонах были обнаружены большие структурные единицы, запущенные из этого строения. Большие структурные единицы? Данные единицы были ранее отмечены как цели. Скорее всего, они и есть блоки переработки ресурсов. И что же они делают? Неизвестно. Где А2? Местоположение единицы А2 и текущий статус неизвестны. Понятно. Отметишь местоположение этих единиц на моей карте? Предложение. Единицы 9С? Стоит рассказать о своих намерениях. Я собираюсь уничтожить каждую машину. Так как бункер был уничтожен, предыдущие приказы единицам Йорха были отменены. Предложение. Встретиться с силами сопротивления и назначить цепочку командования. Да плевать мне на цепочку командования. Теперь у меня лишь одна цель. Я собираюсь убить каждую машину. А потом... Я собираюсь убить А2. А мне вот интересно, почему модуль только что 9С соврал? Данный модуль осведомлен о местоположении А2. И почему не дает информацию о том, что А2 была заражена и А2 ее именно поэтому и убила? То есть, ну, по сути, по просьбе... Амм... 2Б. Че за фигня? Я им говорю, что-то они мутят. Они, случайно, не на стороне машин? Кстати, вот мы и в деревне Паскаля. И тут нету нихрена. Они все погибли? Э? Че-то я не понял. Секундочку. Что происходит? А где Паскаль? Там кто-то есть, да? Не могу взломать. Но за этой дверью кто-то есть. Там машина, скорее всего. Тут ребенок, помните? Я надеюсь, мы получим объяснение. В дальнейшем. Но мне нужно вообще не сюда. Куда же мне надо? Куда-то вот сюда. Это рядом что у нас находится? Это рядом с замком в лесу. Слушайте, давайте. Там, кстати, еще сайдквест появился новый. Одну секундочку. Да, появился сайдквест. Слушайте, давайте, наверное, пока что на этом мы с вами и закончим. Так как перевода в этой серии мало, то я на этой неделе, если вы будете активны, само собой, выпущу еще одну серию, да, паниеры. Мы пойдем уже по сюжету, еще забежим, как раз-таки там выполним, может, сайдквест. Ну, в принципе, так-то мы сегодня немало посмотрели, сходили в убежище Эмиля, прошли сайдквест, спустились, блин, в этот странный копированный город и там получили по щам. Но я не ожидал, действительно, я уже думал, что все, я взломал. Все хорошо. На самом деле, видите, как оно оказалось? После того, как уничтожил последнюю машину, появилась еще партия новых. Я не знаю, что будет, если уничтожить их все. И вообще, если смысл их уничтожать, напишите мне об этом в комментариях, потому что, блин, если их нет смысла, то какого хрена мне туда переться и вот это вот опять все взламывать? Хорошо, напишите мне в комментариях. В общем, в следующей части уже... Следующая часть будет уже скоро, ребята. Ожидайте. Всем спасибо за внимание. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх. Комментировать, а также подписываться на канал, на Угл Плюс и Твиттер. Там все информации и новости канала. Также подписывайтесь на Твич, там проходят трансляции на дополнительный канал. Там выкладываются записи, трансляции, если вы пропустили на сегодня все. Давайте, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...